Добрый вечер! 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 Ну и учитывая практику нашу, мы знаем, что основное строительство мы завершаем в осенне-зимний период. Конечно, земляные работы в это время проводить будет крайне сложно, если не невозможно. Поэтому их нужно сделать с опережением. Там очень сложные перекладки. Я думаю, после праздника проведем ряд стыковочных совещаний по канализационному коллектору в районе Боро. Он очень сложный. По газовым сетям, там их достаточно для того, чтобы поработать. Есть необходимость переложить электрические сети. Все это надо будет увязать с тем, чтобы работа была наиболее организованно, четко и с наименьшими затратами. Чтобы потом не перекапывать уже сделанное полотно и положенный асфальт. Поэтому в моей практике такие объекты, в общем, серьезные, нужно четко контролировать, координировать. Я думаю, что каждый месяц я там буду проводить в течение этого времени встречи, совещания, обеспечивать всем необходимым, согласовывать действия всех других. Я думаю, что мы четко совершенно пойдем на 2016 год. Понятно. Но продолжим тему транспортной инфраструктуры. Разве что с северного направления на Южное. В частности, по Южному автодорожному обходу Нижнего Новгорода. Я знаю, что недавно вы там тоже были с инспекцией. Как там идут работы? Южный обход – это тоже стратегический проект, который мы определили еще в 2007 году. Почему? Потому что Нижний Новгород – это единственный город, который не имеет ни кольцевой автомобильной дороги, ни обходов. И, по сути, весь коммерческий транспорт, а мы все время говорим, что мы находимся на пересечении двух международных транспортных коридоров. Вот по этим коридорам весь этот транспорт попадает на нашу уличную дорожно-транспортную сеть. И когда мы говорим о пробках, о экологической ситуации, то это естественное наше состояние. Потому что проект этот начался еще в советский период. В первую очередь 16 километров строили 12 лет. И вот в 2007 году, конечно, приняли все необходимые решения. В вторую очередь 15,5 километров мы построили за 2,5 года и вышли уже на Арзамасское направление. Тем самым практически 30% коммерческого транспорта мы вывели из черты города. Сейчас работы ведутся на третьей очереди. Думаем ее в 2015 году закончить. Для этого нужно в 2014 закончить все земляные работы, сформировать тело объездной дороги, построить три эстакады, три путепровода, переложить инженерные коммуникации. Реально, совершенно, и график так составлен, чтобы эти работы выполнить к концу 2015 года. И сейчас подрядчик тоже развернул довольно-таки серьезно работы, насыщен техникой. Причем техника новая. Работает в несколько смен и тоже обеспечено все финансирование. И там у нас совместно с федеральным бюджетом финансирование и с федерального бюджета выделено необходимое количество денег из областного. То есть все возможности для активной работы созданы. Мы одновременно с этим понимаем, что надо будет отремонтировать и объездную дорогу вокруг Кустова, чтобы эта центральная магистраль была по третьей очереди связана с казанским направлением трассы М-7. И тогда мы уже весь коммерческий транспорт, не дожидаясь даже окончания строительства и реализации проекта четвертой очереди, выведем за пределы не только Нижнего Новгорода, но и Кустова. Четвертая очередь по нашей договоренности полностью будет выполнена за счет федерального бюджета. Сейчас идутся проектные работы. Порядка 40 миллиардов рублей выделяется в федеральном бюджете. С тем, чтобы потом уже довести основную трассу напрямую до М-7. Это поможет нам вот эту часть от Кустова до развязки то же самое привести в нормальный порядок. И чтобы там рассредоточить транспортные потоки, это уже задача несколько дальней перспективы. Ну а ближняя перспектива, я так понимаю, юг 15-й год, это более чем реально. Собственно, год полтора и мост на борт, там, два с половиной года, это действительно такие уже очевидные вещи. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Слушайте, Валерий Павленович. Добрый вечер. Алло. Да, да, добрый вечер. Говорите, говорите. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вас беспокоит Межгородская, Чуркина Мария Александровна. Мой вопрос касается села Шокина, Воротымского района и Межгородской области. В прошлом году начали проводить газификацию села. Работа продолжается по сей день. У нас проблема такая, у нас нет дорог по улицам абсолютно никаких. То есть ни асфальта, ни щебня, голая земля. Газовики своей техникой и ту, без того плохую дорогу превратили совершенно непредназначенную для езды. То есть если проходят дожди, мы вынуждены месить эту жижу. Проехать практически невозможно. Ранее я обращалась по этому вопросу. Семьянский телесовет мне ответил, что на строительство дорог у них денег нет. То, что планируются грейдерные работы. Но когда и будут ли они, и вообще что будет сделано, неизвестно. Спасибо, вопрос понятен. Во-первых, большой плюс. Газ пришел в село. Об этом как-то никто не... Газ и дороги тут как-то не очень связаны. У нас во многих поселениях, где нет дорог с твердым покрытием, газ уже пришел. Надо будет посмотреть, насколько газовики там испортили вам уличные проходы, проезды. Я дам такую команду, чтобы наши контролирующие органы проверили. Если они что-то напортили, пусть поправят. Ну а на самом деле такая тема, асфальтировка, твердые покрытия в наших поселениях. Это направление сейчас развивается. Мы сформировали муниципальные дорожные фонды. Выделяем на дворы, на проезжие части, и в рабочих поселках, и в селах каждый год существенные средства. Так что это будет нарастать. Но все зависит от того, в какую очередь попадет ваше поселение. Потому что сразу все сделать нельзя. Мы говорили о строительстве моста Дублера, о строительстве южного автодорожного обхода, крупнейшие инфраструктурные проекты. Теперь вопрос по одному из крупнейших инвестиционных проектов. Я имею в виду РУСВИНИЛ в Хостовском районе. Это завод по производству поливинилфлориды. Насколько я понимаю, там все выходит уже на финишную прямую. И в ближайшее время производство будет запущено. Да, это тоже проект, который является знаковым для того, чтобы решить многие вопросы. И с точки зрения увеличения объемов промышленного производства, сохранения нормальных темпов развития в соответствии с нашей стратегией, увеличения нашей налогооблагаемой базы, создания определенного количества, а там 475 новых высокопроизводительных рабочих мест. Вторая тема – это поливинилфлорид, это полуфабрикат, который нужен приблизительно 20 отраслям промышленности. Это и оконные блоки, это и дверные блоки, это и линолеум, это и искусственная кожа, это все пластмассовые изделия автомобилестроения, судостроения, авиации, космосе. И можно перечень продолжать. На сегодняшний день мы только по импорту получаем в Россию 400 тысяч тонн этого полуфабриката. То есть мы можем импорт заменить полностью? Вот введением этого объекта мы полностью решаем вопрос импортозамещения не только для Нижегородской области, но и для всей России. Завод очень высокой капитализации, около 60 миллиардов рублей он стоит. Это больше миллиарда евро. Там сейчас закончены строительно-монтажные работы, я там бываю каждый месяц. Ведется установка приборов автоматики, их около тысячи, надо еще установить наладка, обкатка. Пока еще в режиме запуска туда воды, а не химореагентов. Это подготовительный период. Думаю, что в средине июля будет уже получена первая тонна этой продукции. Дальше уже будет идти пуск наладка в реальном режиме, с химореагентами. Кроме поливинилхлорида, там будет выпускаться еще 225 тысяч каустической соды, которая также необходима промышленникам. Ну и думаем, что в сентябре будет пуск этого предприятия. Могу сказать, что этот завод дополнительно даст нам в год приблизительно 10% объема промышленного производства. По всему региону. Да. Очень серьезная, существенная прибавка. Еще одна тема. На последнем заседании правительства области обсуждался вопрос создания и функционирования так называемых многофункциональных центров. Речь идет о том, что процедура получения государственных услуг должна быть максимально упрощенной, максимально прозрачной. Вот подобные центры в регионе должны работать относительно недавно. Вот на ваш взгляд, по вашему ощущению, нижегородцы уже заметили их работу, что называется, распробовали? Я часто бываю в районах и, как правило, в рамках каждой поездки стараюсь посетить многофункциональные центры, потому что это очень перспективное направление работы правительства. Это, по сути дела, реализация идеи, которая все время на устах у всех, электронное правительство, электронное правительство. Это очень важно, чтобы муниципальные чиновники и государственные чиновники работали в режиме фабрики. Приходили на работу, уходили на работу, ни с кем не встречались, никому не говорили там всякие слова, не высказывали какие-то некорректные просьбы. Это реальная работа по борьбе с коррупцией. Просто отсекается. И коррупция, и волокиты. И задача поставлена президентом нашей страны, Владимир Владимировичем Путином. В 2015 году 90% населения должны получать все государственные и муниципальные услуги через многофункциональные центры. Вот у нас центров должно быть 63. Это есть расчет, чтобы на 5000 населения было одно окно, куда бы человек мог приходить и без очередей, без всяких, получать тот продукт, который называется государственные и муниципальные услуги. Вот сейчас мы уже создали 30 таких многофункциональных центров. У меня поставлена задача к 1 октября 2014 года все 63 многофункциональных центров. Вы сказали указ президента до 15-го. Мы поставили более жесткую задачу, чтобы у нас уже в 2014 году к 1 октября все такие многофункциональные центры были. То есть, чтобы была создана материальная основа для этой работы. А дальше нужно будет просто увеличивать объем услуг, потому что услуги этих тысячи, около тысячи муниципальных услуг, 284 региональных услуги, еще и федеральные услуги. Особенно важно установить совместную работу с Росреестром, Кадастровой палатой. Это приблизительно 70% всех услуг, потребные для населения, составляют именно эти услуги. Там, где это и сделано, вот в Дзержинске я был, в целом ряде других МФЦ, это очень хорошо оценится. Вообще, во всех центрах, с кем я ни беседовал, все люди говорят, ну, во-первых, привели в порядок эти помещения. Поскольку это делается сегодня, то это делается уже с применением современных материалов. По сути дела, качественный, такой толковый ремонт. Все продумано по схеме, какое оборудование установлено. Обучены люди, подготовленные для этой работы, чтобы это не было там, опять придите завтра. Вот я не слышал ни одного какого-то такого отрицательного высказывания, что это не так. Хорошо, приходишь, уже совершенно другие условия, приносишь только свои документы, которые у тебя должны быть, никаких справок. А вот, я извиняюсь, а вот контингент, там продвинутая молодежь туда ходит, или, так сказать, это люди разного возраста? Ну, все разного возраста. Уж пожилые всегда с опаской. Услуги-то есть, но, допустим, люди пожилого возраста, они не ходят для того, чтобы подать заявление в ЗАГС. Ну, бывает и такое, конечно. Или в детский сад на очередь поставить. Ну, просто такие люди, как правило, с недоверием относятся к новым вещам. Оценили уже? Нет, люди пожилого возраста, довольно-таки, в серьезной пропорции посещают сегодня эти центры. Почему? Потому что через центры, и мы еще создали такие клиентские службы, как вы знаете, в наших органах соцзащиты. Пока они еще иногда себя дублируют, но я думаю, что все равно это все перейдет на национальные центры. Там решается вопрос социальных выплат. А социальные выплаты, это в основном пожилая часть нашего населения. И в последние годы это резко увеличилось. Если было 39 выплат, то сейчас стало 86. Если было финансирование 2,8 миллиарда, то сейчас 14 миллиардов. И почти полтора миллиона нижегородцев получают эти выплаты. Представьте себе, какая-то аудитория. Это же надо систематически переоформлять, обновлять документы, пересчитывать в связи с инфляцией. И вот если это ходить по кабинетам муниципалитетов и госучреждений, это одно. А если прийти в клиентскую службу или в центры национальных перспективах, то это совсем другое. Так, успеваем на еще один телефонный звонок ответить и выходим на финишную прямую. Меня зовут Андрей. Я слышал, что в Нижнем должен пройти фестиваль фанатов футбола. Подскажите, пожалуйста, когда и где он пройдет? Фестиваль будет проходить во время чемпионата мира по футболу в Бразилии в 2014 году, в июле. И будет он проходить на площадке, которая специально для этого предусмотрена, в районе Грибного канала. Коротко и ясно. Ну, у нас остается буквально 2-3 минуты. Мы встречаемся 8 мая, накануне Дня Победы, нашего главного, нашего святого праздника. Но, знаете, вот, помимо прочего, мне кажется, что сегодня на фоне известных внешнеполитических событий он приобретает еще некое дополнительное излучение. Вы знаете, конечно, День Победы – это самый светлый, самый главный наш праздник. И в последние годы он принимает очень широкие масштабы. И когда меня спрашивают, а что изменилось? Изменилось то, что не только ветераны и поколение сразу послевоенное стало праздновать этот день. Молодежь очень активно сейчас включилась в этот праздник. Молодые родители приводят уже своих детей, покупают им цветы, посещают все наши мероприятия и в районах, и в рабочих поселках, и на главных мероприятиях. Посмотрите, что у нас происходит на параде. Все молодежи очень внимательно относятся к ветеранам. Идут расспросы, разговоры. С удовольствием фотографируются. С восхищением смотрят на ордена и медали. Это стало нашей гордостью. Это вернулась та гордость за страну, за победу, за людей, которые это сделали. Вернулось в наше общество. И, конечно, важно сейчас понимать и позитивные стороны этой победы. Воспитание патриотизма, психологии победителей. Но и в то же время понимать, что это праздник со слезами на глазах. Что мы жестокие страдания, жертвы, потери. Ведь большинство людей, которые погибли, они погибли в молодом возрасте. Это наш генофонд, это наше будущее. И самое главное понимать, что этого не должно быть никогда. Да, и то, что происходит сейчас на Украине, это как раз противоречит всей человеческой логике. Мы сейчас слышим высказания ветеранов, которые воевали на Днепре, освобождали Украину. Население тогда на руках носило этих победителей. А сейчас мы видим совершенно обратное явление, которое там происходит. И, конечно, это страшно. И с этим надо жестко бороться. И я могу сказать, что вот в этом году и праздник более масштабный будет. Мы накануне военного парада, который будет завтра, он будет более масштабным. И увеличивается количество участников парада. И вдвое практически увеличивается количество единиц техники. Даже открою маленький секрет. Будет одна коробка идти в парадном строю женщин военнослужащих. Интересно. Это впервые. Министерство обороны вот такую инициативу проявил. Посмотрим, кто кого победит. Ровностью строя, четким шагом строевым. Я думаю, что нижегородцы по достоинству оценят завтрашние мероприятия. Приглашаю всех на праздничный концерт, на салют. Все будет очень хорошо. И главное, что вроде бы обещают и хорошую погоду. Ну, а я хочу сказать, кто не сумеет лично поприсутствовать, ННТВ тем поможет. Завтра у нас начинается уже без 5-10 утра трансляция. Как раз начинается в 10 утра парад. Мы покажем парад полностью. И дальше полностью вечернюю программу после 18.00. В том числе масштабный салют. Ну, с праздником, с наступающим. С праздником, дорогие нижегородцы. Дом Победы. Спасибо.